Мы второй раз в истории начинаем неполным составом. Как вы думаете, кто здесь должен был сидеть? Ну, а по зону это не сильно прям страшно. Как вы пришли к этому решению, что пора его все-таки отпустить? Он реально, ну, косячил и косячил. Он тут не играет, команде пользы он не приносит. Когда он был там в Академии Лок, Спартака, он уже не косячил. Появились новые знакомства, и из-за этих новых знакомств он пошел по этой дороге. Ну, я реально в шоке от того, что происходит. Кутузу были выданы хорошие условия, выдвинуты хорошие условия, на что он сказал «хочу больше» и ушел в десятки. Все очень просто. За свои слова надо отвечать. Всем привет, это новый выпуск «Стола». Мы второй раз в истории начинаем неполным составом. Как вы думаете, кто здесь должен был сидеть? Угадайте с одного раза. Представляешь, у нас сегодня в гостях, впервые, ну, сегодня исторический день. У нас Джека в гостях. Я уже не знал, как от него отделаться. Вы очень ждали. Я сейчас, я к чему? К тому, что такой исторический день, и все равно Краб умудрился все это в свою пользу переиграть. Так что начали с обсуждения. Перетянул все равно на себя. Великий, великий. Ладно, подожди, давай я объясню. Краб чуть-чуть опаздывал. Предупредил меня, что минут 15-10. Хотя до этого он на стол всегда приезжал вовремя, даже заранее. Все, мы уже сидим. Мне звонит Краб, говорит, я подъехал. В итоге он подъехал на тот адрес, где мы снимаем тайную комнату. Но ты не уточнил детали. Я согласен, но Краб был здесь три раза. В случае с Крабом нужно вот все подробно им рассказать. Возможно, это моя недоработка. Возможно, это просто Краб. Возможно. У нас, помимо Краба, который подъедет, мы его ждем. Надеемся, что он подъедет. Сегодня впервые вы писали в комментах просто... Ну, знаешь, когда я писал, кого позвать на стол, там под каждым. Жек, Жек, Жек. У тебя все не было. Я скрывался сколько мог. Но Сева после каждого матча ко мне подходил. Он всегда ловил удачные матчи, когда я в хорошем настроении. И вот на третий раз я согласился. Помнишь тот момент, когда вы выиграли, ты скатывались на эмоции? Да. Я подхожу, блин, Жек, надо за стол. Какой стол вообще? Нет, был второй момент, когда я тебе уже сказал, окей, я приду. После МКС. Но потом была тусовка. Ну, Некит доехал. На который я громко кричал Прокопу в лицо. Батя Амкал. И после этого не приехал. Некит. Фидос. Фидос. Толосный имидж. Спасибо большое. Решил побыть немножко. Дмитрием Картапа. Прокопу ехать ровно 32 минуты. Мы его ждем. На так долго он еще не опаздывал никогда, мне кажется. Даже в Тудроц. А партнером выпуска является компания Фондбет. Закрепленный комментарий. Ссылка на регистрацию по промокоду БРО. 2000 фрибетов. Играйте, но не увлекайтесь. Пацаны, я предлагаю вам все равно начать с темы Крапа. Несмотря на то, что его нет. И рассказать нам, как вы пришли к этому решению, что пора его все-таки отпустить. Потому что к этому было близко несколько раз. Но каждый раз вы все-таки его оставляли. Как будто, знаешь, это понимание было в последний год, судя по их отношению с Викторовичем. Я вот четко понимал, что у них уже не сложится. И что придет момент, когда Крап скажет, что я больше не могу тут находиться. Когда он в слезах, не заявлено в Кубке России, плакал у Бейпа на балконе, я уже тогда понял, что мне кажется, это все. А где? Не знаю, у меня сразу вспоминается, когда мы с Жигом переписывались. И такие, ну вот, да, мы там любим Крапа. Он офигенный медийный персонаж. Но он тут не играет. Команде пользы он не приносит. Именно находясь на футбольном поле. И он хочет безумно сильно играть в футбол. И то есть, знаешь, уже вот удерживать его дальше против его воли, если есть возможность договориться об аренде, где он получит с этого выгоду, где мы получим выгоду в том, что наш игрок получит игровую практику. Знаешь, здесь уже можно дальше, либо все будет дальше продолжаться так же, но вдруг, я не знаю, Крап забьет пять мячей, даст пять голевых пасов, и мы такие, Викторович, ну... У меня есть ощущение, что даже это не изменит Викторовича в плане, что он начнет ставить Крапа. Как будто бы, знаешь, там такой разрыв в отношениях, раскол случился, что уже... Но если он еще в дисциплине прибавит? Знаешь, если вот он придет таким... Ну, пока все идет к тому, что Крап не меняется. Ну, подождите, мы знаем точно, что Крап уходит в народную не за 10 тысяч играть, как Володя XXL в басе. И там хороший контракт. Вы не думаете, что это ему еще больше снесет голову? Ну, возвращение денег, наверное, не тех, которые у него были, но все равно приятных сумм. Ну, смотри, с одной стороны, можно подумать, еще больше снесет голову, но с другой, когда он многое уже потерял, и ему начнет назад это возвращаться, может быть, можно подумать, блин, Дань, а стоит подумать о том, что... Ну, как-то в этот раз не проеби все и воспользуйся этой возможностью, чтобы стать лучшим и человеком, и футболистом. Ну, как будто бы там, из того, что я слышал, это не те деньги, которые мы уплатили там... Ну, на спорте, да. Да, год. Полтора миллиона. Ну, да, мне кажется, сейчас это вполне сумма, в которой можно прямо это чисто на месяц. И ему должно хватать, если он не... Думаешь, хватит? Ну, если без каких-то его дел, в казино, если он не играет, то вполне хватит. Ну, вы верите в то, что... То есть не хватит, видимо. Ну, вот эта история реально его изменит. Ну, блин, как будто бы есть скепсис. Ну, мне кажется, он реально затухал, не играя в футбол. То есть, когда он перестал играть, когда у него даже, знаешь, нет вот этого просвета возможности на то, что он попадет в состав, у него сразу от этого портилась дисциплина. Он реально, ну, косячил и косячил. А если его будут доверять, если он будет играть в составе, то, мне кажется, он наладит и дисциплину тоже. Ну, смотри... Ну, плюс в народной команде, мне кажется, не так будут относиться к опозданиям, как в Тудроц. Ну, там поджимался он уже. Ну, как максимум. Он опоздал на первую же тренировку. Да, 8 минут опоздал, да. Ладно. Вы общались одно время с Викторовичем и... Так нет, а почему ты говоришь, что вот это же поменяется он или не поменяется? Это же не от него зависит. Он сам не знает, почему так происходит. И кто в этом виноват? Он же всегда сам об этом говорит. Тут надо реально искать причину. Спасибо, что напомнил. Надо искать причину, почему это происходит. Я согласен. Одно время вы прям за некоторых игроков просили. И тут сразу вспоминается история с Сейтаном, когда вы говорили с Викторовичем, что если вы не будете его ставить, то он уйдет. И он почти ушел. Вы общались с Викторовичем по Крапу? Наверняка, да. Ну, мне кажется, этот весь сезон, в принципе... То есть мы боролись, грубо говоря, за Крапа, то, чтобы он остался в команде. Вот это в начале ситуация была, что Крапа вообще не хотели видеть. Уже. И ты знаешь, без наших усилий, мне кажется, он бы просто пропустил весь сезон, вообще даже не выходя на МКС, где углевой пас сдал. Ну, а прям... То есть сейчас уже такая ситуация, мне кажется, что сказать, Викторович, вы должны ставить Крапа, но это неправильно и не с нашей стороны, неправильно по отношению к команде. Потому что каждый из ребят, которые участвуют в тренировочном процессе, он доказывает тренеру, что он достоин играть и достоин приносить результат. Поэтому все зависит от игрока, и это... Крап понимает, что ему не хватает. Если он не может с этим справиться, это, к сожалению, его проблема, которую надо решать уже ему в самом голове. Но вы чувствуете, не знаю, вину или ответственность, что это вы, в том числе, его таким сделали? Помогли ему стать таким? Ну, я не согласен. Он дали в руки с молодости, прям даже с детства, ту славу и деньги, с которыми он не справился. Ну, а как мы должны были сказать, дай свою карточку, деньги все будут приходить мне? Или... Ну, вот как можно было... Нормальный вариант. Как можно было остановить вот то, куда шел, как можно было другую дорогу выбрать? Каким образом? Ну, смотри... Входить за ним за ручку, ну, это так не работает. Никит нам говорил, а ты как считаешь, в какой момент произошел этот слом? Мне кажется, когда его выгнали из Трагино. Когда, знаешь, у него окончательно рухнула эта мечта о том, что он может стать профессиональным футболистом. Она не рухнула до сих пор. Он об этом говорит где-то? Конечно. Он же собирается... Путь в РПЛ. Путь в РПЛ с Володей там запускать какой-то. Ну, без шуток... Я бы посмотрел, но... Без шуток, мне кажется, что сам Краб все равно немножечко в это верит. Да, да. Ну, вот я не шум... Блин, это вообще так тупо, что я вот сижу и думаю, потому что ты задаешь... Вот, пошел Жека, некий-то сидит. Ты задаешь им вопросы про Краба, который должен быть здесь, а мы точно не можем сейчас какие-то другие темы обсудить. И, типа, потом просто очень глупо, что реально вопросы про Краба, пацаны отвечают на это. А вот, ну, человек тоже может там... Я просто хотел, чтобы мы как-то тезис на эту тему все равно обсудили без него. И потом, когда он вернется... Не знаю, приедет. Почти все вопросы, которые ты задаешь, очень хочется мнение Краба услышать. Согласен. Ну, мне кажется, вот когда у него рухнуло вот это... Внутри, когда он понял, что скорее всего футболистом не стану, он начал позволять себе намного больше, чем он позволял раньше. Потому что когда он был там в Академии ЛОК, Спартака, но он же не косячил. После Строгино, когда все, дорожка прекратилась, это с профессиональным футболом все просто стал тем, кем он стал. Ну, ты считаешь, что на спорте? Ну... Ключевой такой эпизод. Думаю, вот в этот период времени у него появились новые знакомства, и из-за этих новых знакомств он пошел по этой дороге. Потому что даже после Строгино, все равно тот Краб, который был на МКС, ну, не было такого, что он там ходит по клубам, что он опаздывает. Это тоже был светлый мальчишка, хотя он таким остается. Но мне кажется, это именно влияние извне на него повлияли. Это не прям, знаешь, вот он пришел на спорте, и его там текилой испортил. Но вот, наверное, в этот период времени у него зародились какие-то... Окружения. Окружения, которые вот его... Окружение, мне кажется, вместе с реально резко выросшим... Доходом. Финансовым, да, благосостоянием. Потому что, я так понимаю, что на спорте он в бабках прямо резко вырос, и плюс, да, там окружение, и он стал жить немного другой жизнью, нежели жил до этого. Мало того, он к этой жизни так привык, что когда у него спонсора не стало, там, личного, и когда доходы у него срезались, он, привыкший к той жизни, начал занимать бабки у всех. Начал, вернее, брать в долг бабки. Окей. Давайте к этой теме мы точно еще вернемся. Кубку. Поздравляю вас с выходом, но вопрос про следующий матч. Внезапно появилась инфа про то, что он переносится из Кирова в Мурманск. Что вы сыграете, там, на берегу моря? Точнее, ну, на какой-то платформе. До сих пор никто точно не понимает, что это вообще из себя представляет. Мы видели только макеты. Что вы знаете об этом? Потому что до матча меньше недели. Информации официальной ноль. Ну да, вот сейчас 28 августа, и мы вот еще не понимаем, где мы будем играть. Будем ли мы играть в Мурманске? Потому что изначально, когда мы договаривались об этом матче, когда мне позвонили из РФС, первое, что я спросил его, будут ли болельщики. На что мне сказали, да, будет трибуна, приедут болельщики из Мурманска, еще из каких-то городов. То есть не будет такого, что пустой стадик. Нам было важно, чтобы наши болельщики могли прийти. Сейчас вот после информации оказывается то, что там не будет трибуны, что, возможно, никого не пустят. И тогда получается, что мы будем играть в тишине. Матч Кубка России. Ну, это странно. Ты что думаешь? Ну, я согласен, что, знаешь, здесь уже сразу вспоминаются, не знаю, там слова Кирова, что они говорят, вот, там Татарос могут приехать к нам в город и подарить праздник. И как мы видим, в действительности, ты сам видишь это своими глазами, мы приезжаем там в Мурм, и там тысячи молодых ребят с такими глазами смотрят и действительно понимают, что для них это важно, что они получают какую-то эмоцию. И ехать в Мурманск... Я первым делом, я сначала, знаешь, я такой, с Женьком мы говорили, я посмотрел, интерес придет, придет там вообще там тысяча людей, посмотрел, население в два раза больше, чем в Мурме. Мы такие, ну все, кайф, значит, будет полная трибуна. А когда ты просто узнаешь, что, ну реально, а для чего тогда? Для чего нам играть на пустую? В том стадионе. Просто красивая картинка. Ну да, это прикольно, но как будто я не знаю, но смысла в этом вообще не вижу, если ты никому ничего, никакую эмоцию не даришь. Нет, смотри, локация точно супер. Ну выглядит эпично. По крайней мере, то, что мы видели на макетах. То есть какая-то станция прямо на берегу моря. Плавучая станция. Не-не-не, не плавучая. Я так понимаю, где ее строили. Да? Прямо... На макете она как будто бы как островок такой выглядит. Нет, ну насколько я это понимаю, потому что никто ничего детального еще не рассказывает. Выглядит эпично. И подается это как что-то типа футбол везде. Но меня, например, очень сильно задевает история с тем, что болельщики Кирова остались без матча, потому что я ездил и на матч Тудроц, и на матч Амкала в Иваново. В прошлом году и в этом, и в Муром. Ну, блин, это реально день города. Кстати, у нас на канале вышел Тревел. С Эйтоном, с Нагучевым. Смотрите обязательно. В городе как будто просто праздник. Ну, я реально в шоке от того, что происходит. Ну, знаешь, короче, в Муроме стадион всего на 2,700. И там люди просто вокруг стадиона еще вот так выстраивались в несколько кругов. Кстати, так странно, что пустили. Знаешь, обычно же они не пускают. Ну да, ну просто, как я понимаю, там не получилось оградить, и поэтому... Я вообще обожаю весь этот вот провинциальный футбол. И картинка оттуда еще очень крутая. Во-первых, там вот в Муроме, да, у вас был лесок сзади. И очень круто операторы ловили вот эти кадры всяких людей, которые сидят... Там, где бабушка смотрит. Бабушка сидит, да. Очень крутой был кадр, как снят был комната чья-то, где включен телек, и по телеку показывают ваш матч. И там получается в кадр, кадр телек в телеке, в телеке, в телеке, короче, вот так вот. Ну да, по сути. Просто было вот так красиво, офигенно выглядело. Ну и когда вот я... Да, вот эта штука, когда стадион на 3-4 тысячи, и когда он полностью забивается. Вот у нас было то же самое в том году в Питере, когда мы играли со звездой. Это вообще что-то. То есть это прям очень круто. Короче, я тоже кайфую очень с этих матчей. И для меня, например, странно то, что сначала прошла жеребьевка, им дали этот домашний матч, хотя наверняка... Ну не планируются вот эти матчи на вот этой плавучей станции за день. То есть явно же это знали, что хотят такое произвести. Мне кажется, это спонтанная идея. Нет, я думаю, что была идея, что нужно сыграть какой-то матч на вот этой какой-то станции. И... Секунду. Да, извини. И потом такие, ага, а можно же, типа, вот сюда как раз-таки много внимания к этому привлечь с помощью матча Тудроц. И все. Я думаю, вот это вот так вот сработало. Но делать там трибуны и вообще вопросов нет. Да, если будут трибуны, если будут зрители, мы супер за эту историю. А если РФС скажет, что матч проходит там, но трибуну они построить не успевают, поэтому надо ехать играть туда. Какое... Что-то будет от вас? Какой-то ответ. Ну, в данный момент то, что мы им сообщили, что мы не будем играть без болельщиков в Мурманске. Ну, где угодно, наверное. Ну, где угодно, да. Может быть, мы это все переиграем завтра, но сейчас то, что мы обсудили, что это не имеет смысла без болельщиков проводить там матч. Мы готовы тогда сыграть в Кирове. Если матч будет не в Кирове, как вам кажется, нужна какая-то компенсация? Не знаю, ответный матч. Ну, что-то такое. Потому что, ну, я понимаю, что я вспоминаю просто свои детские эмоции, когда... Чтобы Тудроц все-таки приехали в Киров? Ну, хотя бы вот, я не знаю, автограф-сессию или что-то такое. А тратить медийный состав просто в этот же день сыграть в Кирове. Просто я вспоминаю свои эмоции, знаешь, когда Жеребьев в коллеге чемпионов, и я прям отслеживал, кто московским командам попадется, чтобы сходить на этот матч. И когда там попадается какой-нибудь Реал, у меня просто было счастье. Я сижу в школе и такой весь на эмоциях. Я понимаю, что пацаны из Кирова и девчонки, они также, ну, с такой же реакцией и воодушевлением узнали о том, что матч будет Тудроц у них. И такой облом, мне кажется, прям гиперпечально. И мне кажется, если там, допустим, там, не знаю, фонбет, и вы как-то организуетесь и сделаете какой-то выезд, ответный, может, или еще, или хотя бы автограф-сессию, мне кажется, им было бы гиперприятно. Вы что-то такое думали делать? Ну, там тоже, как в диалоге это было, что там какую-то активацию сделать с Кировом. Поэтому, я думаю, все возможно. Может быть, не знаю, давай привезем ребят на матч в нашей медиалиге. Вот, мне кажется, там ребят много. Москвич, может, не... Нет, скорее, кстати, не товарняк, а может быть, какой-нибудь матч медиалиги сыграть в Кирове. Это правда там, ну, не знаю, чтобы спонсор взял на себя часть. Коля именно, знаешь, он думает. Хотя, идеально, я должен за это платить. Нет, братцы, хорошо, идеально. Возможно, ваш спонсор, который сейчас тоже принимает участие, я так понимаю, что в матче в Мурманске тоже причастен. Поэтому, ну, тут, там, условно, фондбет может покрыть эти расходы и провести матч еще раз. Окей, но что вы еще знаете про этот матч в Мурманске? Потому что это максимально выглядит нестандартно, непонятно. Что вы знаете об этом? Вам что-то рассказывали? Какие-то детали? Когда вообще какой-то дедлайн? Когда мы об этом узнаем? Потому что... Ну, дедлайн, по идее, должен был быть сегодня. И просто я тебе говорю, в этом диалоге... Сегодня мы узнаем, что трибуны нет. Да, в диалоге, вот, как Женя говорит, и мы изначально сказали, матч с болельщиками. А вот сегодня все-таки, ну да, скорее всего, в Мурманске играете, но потом мы узнаем, что трибуны нет. Потому что, ну, у нас сразу же вопрос, типа, там, можем ли мы там наших болельщиков привести? Сколько количества? Трибуны нет. И ты такой, ну, блин. Ну, это очень странно. Знаешь, с одной стороны, футбол везде, но... А для кого? Футбол везде, но не для кого. Ну да. То есть, ну да, много людей, может быть, посмотрят, но столько же людей посмотрят, если мы сыграем и в Кирове, и плюс еще живые болельщики придут, которые там этим грезят, как ты говоришь. Реакция, Викторович? Насчет чего? Ну, насчет переноса матча в Мурманск и насчет того, что болельщик... Не, ну, положительно. Да, в целом, за Мурманск, ну, смотри, мы все за. Все, типа, это реально крутая история. Просто если в этом месте вы можете построить стадион, который ему разрешают, ну, добавьте просто трибуны, пусть полторы тысячи человек с Мурманской, там, не знаю, с разных уголков России прилетят на этот матч тоже вместе мы кайфаним. С Кирова того же, пусть РФС оплатит автобус, пусть приедет. Ну, автобус. Сномолет. То есть, и Викторович так же, но он заново, когда, тоже мы сегодня говорили, там, без болельщиков, он такой, блин, это, а для кого мы едем? Вот у всех возникает один тоже вопрос, а для кого это тогда? В чем прикол? Для дядь, походу. Ну, ну, потому что, похоже, да, на какую-то штуку для отчетов. Ну, если это реально будет без болельщиков, то полное впечатление, что это просто, ну, показуха. Откровенно говоря. Я понимаю, что вы, наверное, не можете это сказать, но мне кажется, это все понимают. Нет? Не знаю. Окей. Давайте тогда, ну, не знаю, надеяться, что хотя бы... Обычно Сева, короче, когда ведет программу, он подсматривает телефон, у него там написаны темы, которые он обсуждает. Сейчас он подсматривает телефон и смотрит, сколько осталось рехать крапу. 13 минут, 12 минут. А мы уверены, что он в этой машине сейчас? Не факт. С крапом ни в чем нельзя быть уверенным. Короче, я хотел поговорить про вашу академию. Как вам пришла в голову эта идея? Потому что, как я понимаю, вынашивалась она давно. Мне кажется, вынашивалась она там уже чуть ли не там, не 3-4 года об этом мысли. Но так, как будто уже... Мы же часто говорим про развитие бренда. И это как тоже часть развития бренда. И прикольно то, что есть там детишки, которые смотрят «Тодродс», и они могут, знаешь, стать воедино, видеть себя будущими футболистами команды «Тодродс». Или просто кайфовать от футбола. У них много опций. Они могут как тренироваться и становиться футболистами, ты правильно говоришь, или они могут сниматься вместе с нами на канале, условно, если ты харизматичный. Для нас это супер легко будет взять какого-то парнишку, потянуть, создать, может, даже канал создадим какой-то «Тодродс Китс», где они смогут сниматься спокойно. Но вы можете рассказать немножко про формат, потому что до сих пор никто особо ничего не понимает, что есть только сайт, там достаточно сухая информация. Ну, в плане, что именно про формат. Ну, анонсировался день открытых дверей, я так понимаю, что он сдвинулся, ты мне говорил про то, что какое-то фантастическое число заявок, там 600 там, да, еще до матча клубка. Больше, больше, да. Ну, расскажите, какой формат? Просто вот непонятно, вы берете какую-то уже готовую академию и на ее основе делаете свою, или это полностью под ноль, вы с нуля все делаете, где это будет происходить, на каком стадионе и все такое. Ну, вот смотри, опять-таки, прошел бы этот день открытых дверей, было бы больше у нас вводных данных, как оказывается, что мы точно уже нам все, нам гарантировали это помещение, что у нас оно будет и буквально там за три дня нам сказали, что оно еще не готово, что, скорее всего, оно откроется там с первого сентября, но, знаешь, ты уже не понимаешь, что мы ждем. По там тренировкам мы, у нас есть старший тренер, который брал квалифицированных других тренеров, там, которые в других академиях работали, что здесь будет, ну, как Женя сказал, разные опции, знаешь, может быть, кто-то, не знаю, ребенок, который, но он не хочет стать профессионалом, он просто хочет заниматься там вместе с любимой командой и в футбик поиграть, посниматься в челлендже, это там одна опция, но при этом у тренерского штаба будет задача именно повышать общий уровень, а мы уже сами будем добавлять разные веселья, да, веселья, что там, знаешь, там челленджи снимать с теми, кто это хочет заниматься. Ну, я так понял, что изначально это проект вот ваш, плюс еще ад, да, и какой-то четвертый, получается, инвестор, или как? Я все спалил, да, ты можешь говорить. Нет, ну, знаешь, но это все равно, это проект нас троих, это никакой инвестор, он не вкладывает никакие свои деньги, он как бы человек, которому мы доверяем, процесс. У него есть опыт создания академии, так более. Оператор? Тот самый? Тогда это плохо кончится. Паша, Паша уже, да, Паша? Но, какой у него опыт? Можете что-то приоткрыть? Ну, он открывал до этого разные коммерческие академии. Типа франшизные, да? Да, и работал в других крупных. Но я не хочу просто рекламировать другие именно названия и так далее, но у него большой опыт в этом. и то есть он по манежам много знает. На самом деле до Иоэда есть опыт тренировки с детьми. Он достаточно долгое время этим занимался. До Тудроц вообще. То есть он набирал себе там группу по 40 детей, по 50. Но сразу перед матчем, когда стало известно об этой академии, все сразу побежали к Викторовичу записывать с ним вьюшки. И он такой говорит, не, я никакое отношение не имею, мне ничего не рассказали, но прям было видно, что ему, ну, как бы его задело. Почему вы как-то с ним не стали коллабить в этой истории? Но коллабить именно плане чем? Кстати, у Викторовича чтенде рождения. Поздравляем! С Викторовичем! Эй! Бруда, ну, знаешь, мне кажется, скорее, ну, то есть Викторович он неправильно некоторую информацию воспринял. То есть он сначала увидел рекламу от Краба, Бопе и Хула, и он подумал вообще, что это Краб открывает эту академию. А Краб, ну, он же просто как лицо, которое это завлекает людей. А я честно его спиной. Ну, я так понимаю, что, ну, вы ему рассказывали про эту идею или как? Нет. Вот, я думаю, это его и возбудило. Ну, а почему его это расстраивает? Что какой-то сторонний проект, которым занимаемся, там, я, Никита, и Эд, почему мы должны идти и говорить вот, Викторович? Я так понимаю, что там была реакция на то, что к нему все подходят и такие говорят, ну, вот вы тренер, вы наверняка будете иметь к этому отношение, вы такой опытный. А он... Не, ну, знаешь, опять-таки, когда это откроется и пойдет процесс, там уже есть смысл как-то мы такие, Викторович, вот там у нас есть детишки, вам было бы интересно прийти и рассказать там про свой опыт или там, не знаю, тренерам привести какой-нибудь мастер-класс. Это вот как-то в моей голове это вот так вот, а заранее, то есть, как будто, что мы обсудим? То есть мы такие, о, Викторович, у нас есть такая идея открыть академию. Он такой, о, круто. Вы по-любому видели пост Сибыча, который, нет? Но он критичный так. не прям про вас, но высказался про то, что... А чем Сибыч не критично? Ты назови, тогда лучше так. Все такие академии, ну, типа, знаешь, как франшизные как раз. Он сказал, что нужен хороший тренер. Да, да. Ну, нет, он вообще в целом сказал про то, что вот такие франшизные академии часто заканчиваются просто как бы ничем. Вы же тоже наверняка понимаете, что это такой серьезный риск и репутационный тоже, что это такое непростое дело, в которое вы впервые вступаете, по сути. Почему вы на это все решились? Для вас это, не знаю, в первую очередь что? Деньги или что? Ну, если, знаешь, говорить про деньги, это несовпоставимо вообще с той прибылью, которую и без этого можно получать. Потому что вообще, возможно, в начале это все будет в минус. мне кажется, может, согласиться, это как большое развитие для самого бренда, что ты открываешь академию, куда приходят детишки, которые, ну, не знаю, ну, нельзя, конечно, сказать, что они как родные, но к ним какая-то особая все равно любовь присутствует, когда ты их видишь. И если представить, что какой-нибудь малыш начнет в академию, как, не знаю, есть та же история с Крапом, и дойдет такого от академии до звезды канала и начнет вообще играть потом в футбол-медиа лиге, то это крутой кейс. А может быть... Я надеюсь, что придет второй Биг Смоук. Ну, не второй Биг Смоук, здесь множество вариантов. И, знаешь, просто хочется развивать, развивать, развивать и не останавливаться. А если ты когда-нибудь просто, ну, будешь сыт тем, что у тебя есть и закончится развитие, мне кажется, пойдет стагнация, и это самое плохое, что может быть. Но на данный момент это в минус вся история, да? На данный момент, конечно. Ну, то есть, даже вот та плата от того количества людей, сколько вы наберете, она не покроет издержки? Не, ну, если определенное количество людей придет, то там начнется, конечно, прибыль. Но мы готовы к тому, что это будет первый месяц идти в минус. Ну, сколько вы сейчас уже вложили в эту историю? Ну, братан, так как вот мы ждем подтверждения от Поля, что вот они все наконец-то с нами договариваются, и тогда будет... Ну, вы понимаете же, какие затраты. Ну, это несколько миллионов. Окей. Никит, наверное, года полтора, если не больше, воспринимается вообще как главный спикер в Тудроц. Потому что ты... Я бы не сказал, что ты реже общаешься. Я практически вообще не общаюсь. Да нет, ты никогда не отказываешь. То есть нет такого, что к тебе подойдешь, что ты такой, не, не буду говорить. Да, ты, может быть, редко ходишь на какие-то другие форматы, шоу или каналы, но как бы все равно впечатление, то, что некит, это тот человек, который как бы в основном говорит. И всем интересно, как вы принимаете решение сейчас. То есть насколько кто за что отвечает, насколько вы, там, за кем последнее слово и все такое. Ну вот, сегодня мы решали поднимать ли зарплату ребятам в команде. То есть Никита мне пишет, че думаешь? Есть вот такой запрос на повышение. Мы всем это обсуждаем. Если я не согласен, мы должны прийти к какому-то общему мнению, после чего, ну, когда вот мы сойдемся оба в одинаковое мнение, мы принимаем какое-то решение. То есть нет такого, что там, слово за мной последнее или за Никитой. Мы как бы стараемся какой-то баланс держать здесь. Ну, а по спортивной части? За Викторовичем скорее. Да не, он много раз рассказал, что привозили тех, кого он даже первый раз видел на трене. Мне кажется, здесь же они больше говорили как раз про спортивную часть. Не, ну, зарплата это не чисто спортивная. Я имею в виду, знаешь, а, хотя у вас сейчас спортивный директор есть, по сути, Ильдар. Да не, все равно, но это такой процесс, но я не знаю. вообще у вас все коллегиально, нет такого, что вот ты имеешь последнее слово. Вот есть моменты, когда, ну, самая яркая история из последней, где вы были категорически не согласны друг с другом. Я даже не помню, что мы спорили прям по каким-то вопросам, потому что у нас плюс-минус, мы смотрим в одну сторону. У нас сегодня возник вопрос, поднимать зарплаты нет, оба. Не будем. Сразу быстро договорились и все. Удобно. Знаете, ну, как-то это все равно всегда приходит, не знаю, в анализе. То есть мы такие, когда есть какие-то моменты такие, ну, я не знаю, не то, что критичные, но какие-то именно важные решения, но это не то, что вот так вот, бамс, да, нет. Мы там ходим, общаемся, представляем с этой стороны, представляем с другой, представляем там разные сценарии. Если мы так решим, то к чему это приведет, если так решим, то к чему. И как-то во всем этом процессе всегда приходит какое-то решение, которое кажется адекватным. Ну, помимо вас двоих есть еще кто-то, кто, ну, с кем вы советуетесь? Наверное, вот мы же обсуждаем что-то вдвоем, потом мы идем к Викторовичу за финалити. Ну, если это не про академию или что-то такое, что-то не касается. В принципе, всем вопросам, кроме академии. Единственное, только академии. Ну, знаешь, это вот игроков мы приводим, приводим, но у нас же были на просмотре Проша, Шерешков и другие ребята. Они через Викторовича, кстати. Ну, нет, я имею в виду, вот они тренируются, если Викторович говорит, ему этот игрок не нужен, то нахуй нам его подписывать, тратить на него зарплату и так далее. Понимаешь? То есть, если Викторович говорит, да, это там хороший футбол. Вы не сразу к этому пришли, вы же так подписывали тех, кому он говорил, что они ему не нужны. Типа, Гауч или Ладо. Изначально он же был против них. Ну, а где теперь Гауч? А где теперь Ладо? Ну, братан, это тоже совместным решением с Ладо. В Арсии. Кикстаун. Кикстаун? Ладо в медиа лиге, ебаный рот. Не, ну, это, прям никогда суперкатегоричных все равно не было. Ну, по-моему, зарплату повысили? Да. Пока не решили, на сколько. Там обсуждаем. Ну, будет индексация. Индексация. Мы повышаем зарплату после каждого сезона. Сколько? Есть кутуз, который говорит, что жадничать. Мы обеспечиваем 40 человек в течение целого года. Платим хорошие зарплаты, но все не могут быть довольны. Если бы все были бы довольны, мы бы разорились бы, наверное. Маски слетели, братья. Ну, как вы считаете? А ты думаешь, это вот то, что сожжены мосты и все к возвращению обратно и он начал поливать грязью? Я не знаю, за что вообще вот так вот категорично говорить против людей, которые, можно сказать, тебе тоже немало дали, как и ты, команде. Это странно. А почему мосты сожжены? Вот в какой момент? Потому что казалось, что кутуз все равно до последнего пытался сохранить какую-то лояльность. Не, ну, Женя задается вопрос, но сожжены ли они? Ну, вы как считаете? Сейчас, мне кажется, да. После МКС. А, не после интервью вот этих вот. Последнего? Да. Нет, после МКС. Когда кутузу были выданы хорошие условия, выдвинуты хорошие условия, на что он сказал, хочу больше и ушел в десятку. Но он говорил, по-моему, хочу больше не про деньги именно, а про видео. Да, но также он говорил, что он хочет помогать Тодрос, помочь нам, а оказалось, что это все делается для того, чтобы сняли ограничения по роликам. Я считаю, что это не совсем честно по отношению к нам. Та же сумма остается для кутуза сейчас? Или еще повыше стало? такая же. 30 плюс 30. Недавно, кстати, от кутуза прилетело за ману 30 тысяч. Приятно. Крапочку осталось 5 минут, поставим водителю 5 звезд, если довезет целости и сохранности. Как вы думаете, какая у вас сейчас? Мне просто кажется, что вы чуть меньше платите, чем некоторые команды, такие богатые, но при этом вы даете по площадку? Ну, смотри. Вот как вы считаете, средняя зарплата Тодросс это какая там в лиге? Понимаешь, что все те команды, не факт, что они так же платят в течение года и там 25 человек. Может быть, у них есть там 5 человек, которые получают чуть-чуть побольше, да и то, не знаю. Мне кажется, у нас с учетом премиальных, с учетом съемок, с учетом медики, все именно растет, как должно быть, даже моментами чуть-чуть быстрее, чем должно быть. Периодически тебя раздражает, как быстро что-то. Ну, как быстро мы за год пришли от нуля до той суммы, которая сейчас, но я при этом и благодарен этим ребятам и я надеюсь, что они довольны тем, что сейчас они имеют. Заплатный фонд Тодросс. Большой. Месяц. Устроят ответ? Нет. Пять миллионов. Ну, мне кажется, о таком говорить как-то... Ну, это общее, что там и медийные, и профики... Но с премками? Ну, нет, без премок. Ну, тогда чуть поменьше. Поменьше пяти лямов. Нормально. Окей. Но при этом есть полное ощущение, что все ваши шаги, в отличие от Амкала, например, в сторону проффутбола. Что у вас это есть как мечта. Пойти в проф. И уже даже... У Германа такой мечты нету, при этом он набрал все составы из полных профиков, которые даже уже на медийку всем поевают. Ну, блядь, Герман, например, говорит про то, что вы гегемон, и все двигаются по направлению, которое задаете вы. Вот если бы он стал, допустим, чемпионом, он бы все это изменил. Ну, как мы видим, Родина стала чемпионом, и что она меняет? Ну, они... Крови как... Они никогда и не анонсировали этого. А он говорит, что им приходится следовать за вами. Типа, что вы задали этот курс изначально еще с первой МФЛ на профессионалов, и теперь все должны подстраиваться, потому что уровень растет. То я так... Братан, а против кого мы играли, если возвращаться к этому? Мы что, мы там бегали, я, Женя, Бопе, Хул, но против кого мы играли? Мы играли там против МФЛ-щиков и КФК-шников, а не против других медийных личностей. И мы не начали, знаешь, там, что у всех бегают суперизвестные блогеры, а мы такие завезли футбиков. Мы сами адаптировались по ту реальность, которая есть в медиафутболе. Да, короче, мне кажется, просто ты... Ты задаешь вопрос вот этот вот про то, что пацаны там больше на проффутбол ориентированы, а Амкал меньше. И, ну, мне кажется, это так и есть. И просто Амкал там, он находится чуть-чуть в заложниках этой ситуации. И там, условно, Амкал набирает профиков во многом. Там Герман хотел бы, наверное, чуть больше, чтобы играло медийных чуваков, чем профиков. Но находясь в заложниках этой ситуации и чтобы оставаться плюс-минус хоть как-то конкурентоспособными, сейчас приходится делать так. Вот и все. Окей, давайте дальше именно в сторону профутбола. Какие у вас мысли? Я тот видос не выложил, когда ты мне это рассказывал. Так что я хочу, чтобы вы тут как-то обрисовали свое будущее на ближайшую перспективу, там, года. Я думаю, что мы, безусловно, хотели бы попробовать. Но здесь очень сильно упирается в бюджет. Если мы получим бюджет на полноценное существование профессиональной команды, то я не вижу причин, почему бы нам не попробовать это сделать. Если нам не понравится, окей, уйдем. Вот. И я думаю, если найдем деньги, то это следующий шаг, который нас всех ждет. Следующий год? Я бы не был так уверен. То есть, можно следующий год, можно через два года. Но это цель. Но это одна из задач. Но я так понимаю, что у вас приоритетная эта модель, когда есть и медийная команда, и профессиональная. Ну, то есть, вы не будете как-то отказываться от одного, вы хотите двигаться в двух направлениях. Мне кажется, в медиафутболе больше огня. Страшно отказаться от медиачасти и уйти чисто в проф, и увидеть там, знаешь, какую-то рутину на протяжении 30 туров. Ну да. Вот сейчас для вас поездка в Муром это что-то впечатляющее. А когда это будет каждый тур, это уже будет... Не, но при этом, знаешь, а когда, если у нас будет 15 побед подряд, и ты понимаешь, бля, мы сейчас первый див перейдем, а потом первый див ты тоже идешь уже к РПЛ, то мне кажется, тот же огонь будет. Это все зависит от... может пойти как-то по истории Савина. Жени Савина, который создал свой клуб и... Знаете, ну не сравнивай. Ну почему? Ну потому что все, что угодно может быть. И в медийке, типа, ты можешь кому-то сказать, тебя может пойти по пути, не знаю, дружины. Братан, знаешь, зачем сравнивать? Мы пишем свою историю и не надо... у нас есть возможность не отказываться от чего-то одного в сторону и что-то другого. Мы можем совместить эти две вещи спокойно. Мне просто кажется, что, ну как бы, я немного знаком с профутболом и я вижу, что там люди только тратят. Там вообще никто не зарабатывает, ну кроме агентов. Вот есть такое же ощущение. Ну вы все-таки про бизнес и вы про то, что вы хотите зарабатывать. И как будто бы в профутболе этого сделать не получится точно. Почти. Вас же налекайте мысли, посещают. Может сейчас в поездке в Мурманск пару контактов получится найти. Ну да, ну не знаю, может быть мы будем те люди, которые смогут изменить эту ситуацию. Крапчик в студии. Сейчас. Ты знаешь. Так, Сергей, 4.9 повышаем до 5. Чиевые. По-моему, даже быстрее, чем за 40 минут. Поэтому нормально. Идеальный водитель. Частота. Готово. Ладно. Но смотри, у вас пересмотр контракта и вы хотите выбить какие-то хорошие условия, чтобы, в том числе, и пойти в профутбол. Вы обсуждали это с кем-то? Мы знаем, ну уже не секрет. не для кого про геркуса если еще люди которые вам пытаются в этом там нельзя помочь посоветовать или ну войти в вашу команду ну периодически такие люди появляются и поэтому ты должен всегда как ты знаешь аккуратно держать свой фильтр и понимать что кто действительно хочет у кого действительно есть видение построить что-то большое или кто хочет просто прийти на громкое имя и воспользоваться этим и там свои именно личные интересы какие-то но вы чувствуете то что у вас команде есть пацаны которые ушли от этого проффутбола и мне кажется они вообще не хотят возвращаться которые хотят вот на лайте тренироваться и там несколько раз вот эти профмати здесь поэтому и разговор про команда про 2 до что тот кто не хочет будет медийки тот кто именно знаешь хочет попробовать там себя это как раз идеальная возможность что совместить ну это братан не знаю а вдруг этого вообще не знаю вдруг мы сделаем медиа лигу конкурентоспособной и будем там не за большой медиа команды у которой больше болельщиков там чем у любой команды в рпл загадывать как будто нет смысла сам ушел из рпл и там конечно там кто-то из коллег чуть подсмеивается но я показываешь крисеву контракт экспон в этом не решать посвесить тебя я просто думаю о том что вот сейчас когда нет еврокубков но в целом то какая разница ну то есть что вы кажется пока мы дойдем до рпл с этой точки вернуться еврокубка уже да кто знает вайлдкарт будем бросить по болгарии спец спец по просьбам вайлдкарт но вы кстати подойти инфантина карту в лигу чемпионов сразу заполнился чиферин инфантина фифа а значит и ходишь чтобы я каждый раз поставленную выигрываешь но это было ну вы прямо активно говорили про этот вайлдкарт и ты по моему реально в это верил сейчас вы уже более как-то объективно смотрите на то что нужно пройти всю эту структуру если вот в мурманск в итоге мы поедем не знаем там киров а в мурманск не знаю может там не знаю путин на матч приедет уже сказать ну типа давай нам вайлдкарт мы тут сыграли сделают на это сезон это прекрасно дуиджи спрашиваете вы что-то скажешь путина я скажу дай нам вот это же был тут три раза такого еще не было написал сказал за всю историю там был адрес и такой такой и этот выбрал этот тоже четвертый раз я просто я и скажу еще про то что ты же никогда не обозвал на стол на тайну было один раз ты с днюхи ехал гуди помада понимаешь что мы стал снимаем да но я не знал что есть типа тайны или стол я уже был просто написал он сказал тип вот поэтому адрес и все я я как-то 100 куда я отлистал такой вот адрес есть поехали туда мы че с бейпом сидели типа на академию такой на пировского да там по моему то чтобы это уже в тайны участвовал я туда поехал и все а там никого да это просто вот не все я приехал еще крапу кстати написал где-то за полчаса до мотора все еду я такой ты ебись тут такое краб пока тебя здесь не было мы уже обсудили немного твою тему обсудили кубок про футбол и все остальное надо вернуться к твоему уходу как это произошло с твоей стороны ну с моей стороны вместе ли как сразу как-то по комфортнее стало да когда стол замкнулся ну да вот так вот так но я не знаю вот какой-то день x был когда у нас была тренировка в 12 я такой вечером типа сел подумать и смотрю что ну типа вверх ничего не идет вот реально задумался что я не играю там где-то хейтер ушится я понимаю что я могу из этого выйти только если поменяю себя и буду играть вот и плюс еще до явилась ситуация с долгами я понимал что если я перейду в какую другую команду и вы получать больше и плюс больше игровой практики из-за этого я принял такое решение уйти на три месяца играть в футбол но при этом я понимал что будет другая атмосфера в команде но мы сейчас не перейдем потихоньку вот так я принял ключевое что все для чего это конечно игровая практика например очень да например часу 2 числа будет мать который я жду вот именно с нетерпением против родины да они тоже хотели крап то есть большая вывеска будет это я против ну короче вы узнаете получается кого володя уже есть не все но такие игроки слитки как я про кого воде их можно сразу брата вот именно день матча то есть коли пишешь он за работают но я думаю что эти коли все не по нечетко но я думаю четко просто прописано такие игроки слитки а у нас медиа лиги сколько слиток вот три но нет ночью я переходил бы тоже слиток это слиток у тебя мать с володей а кто кстати принимал решение о том куда именно крап уйдет ты или пацаны но мы все вместе но я поняла этого да но я понимал что как такие ли скорее всего нет почему ну потому что у нас тоже конкурент к его и народный тип слабы но не но это как бы понял как есть конкуренцию не такие виды на тут народы это может как дубль сказать нас домами на просто у нас до хорошие типа отношения во первых чужой это до майку показал амкал уже сразу падает да я не уверен что ты бы вроде не играл ну да но когда такие искал что он скажет тренер чтобы я точно играл тренер же хотел набирать мне и коряка было вроде не против чтобы я играл и он рассчитывал на меня что ты имеешь ввиду что чужой майку показал и что в чем здесь связь я не понял ну вот когда чужой показал майка амкал уже соответственно сразу они не будут никак дружить народной команды а народная взяла бару и момент как и замкала да какая разница это неважно это неважно понял просто уже история есть такая но кто еще тебя звал но еще факаба же маратыча почему нет ты же не сделали с володей да ну да это просто володя попал в такую команду где он был лидером вот в народную тоже перешел и хочу быть лидером там подожди давай прямо откровенно во первых день окей во первых нет во первых я люблю играть со зрителями у нас всегда есть и будут зрители и вот в народной команде там тоже есть зрители я просто не понимала зачем выходить на поле без зрителей играть это неинтересно то есть нет такой атмосферы ты выходишь как будто просто товарищеский матч идет это людям заработать этого зрителя ну вот это оценить его можно купить но тоже начнем не удачный кейс выбрал другую команду не та которая покупает и когда я пришел на team building так говорят народа да я понял что там реально болельщики такие уже взрослые серьезные люди и я представляю как они будут петь на матче это будет круто реально а если я пошел в бас но там нет ни спонсора не не болельщиков шоу баса слон все опровергал но реально очень много ребят из команды ушло ну вот то есть володя кувальт гео чили джекири очень много пацанов ушло и грустно потому что команда реально ну она бодрая бы за не было интересно наблюдать хоть у нее и правильно говоришь не так много было болельщик ну да и то же самое с родиной но с родиной там есть спонсор вот но там нет болельщиков и плюс еще не наш конкурент и был неправильный успе туда ушел кого-то в телеге я читал пост про 300 тысяч 300 тысяч его зарплат где вроде них народный ты хочешь на сколько я зарабатываю да нет нет но 300 тысяч это вообще не те деньги которые ты называешь точно мал меньше у 300 у тебя меньше запада нет конечно больше но там не чисто зарплаты так понимаю это покрытие кипя и спонсора венлайн правильно да да то есть как я буду работать так и буду получать например просмотры нужно про закрывать но фикс у тебя все равно есть какой-то фиксированный оклад ну и запешка просто это есть большая да фикс небольшой но вот просмотрами там тоже по просмотрам есть фикс можно перевыполнять и зарабатывать еще больше а просмотры где вообще везде в личных твоих соцсетах везде телега инста и youtube но youtube трижды можно выкладывать и также закрывать ну целом можно ничего там шоу царился ну ты понял я обдавая более подробно про тот день когда ты решил что все ты просто как-то таку ну образно а тут вот у пацанов были свои версии когда это произошло вот по твоему мнению когда именно это произошло вот что стало поворотной истории когда ты понял я здесь играть не буду когда был контрольный матч с броволками на сборах в общем я прошел сборы идеально все было никуда не ездил был на базе и чувствовал что но вот-вот виктор сам такой на ужине подходил типа крап изменился слону там говорил я чувствовал что но если не сейчас то когда и все и нас контрольный матч с броволками и я выхожу сам последний опять на 20 минут я понял что типа ну как так как вот и у меня здесь играть если я доказываю я тренируюсь я никуда не езжу и мы когда выходе в перерыве с бэйпом просто типа на разминке я говорю бро и мне просто меня именно так эмоции так взяли что я же не знаю у меня трясло я говорю я не могу типа ты видишь сам то что все четко но тут меня не выпускают значит типа нет он такой да не бро остынь типа все нормально ну и все и мы выходим опять мы классно сыграли я чуть пораньше вышел и после этого момента я сорвался из прям со сборов поехал тусить потому что я понимал ну все походу ну и потом тренировался тренировался перед этим еще был момент когда смотри что вот я голевое дал тогда у меня тоже был период именно полтора месяца когда вот как реально профессионал до действовал но все равно викторич мало времени дает как будто бы все шло на то что мне нужно идти в аренду показать виктор что я умею играть в футбол и мне кажется если у меня реально это получится я спокойно вернусь и я уже буду другим для него но некий вспоминал тот момент когда ты не попал в заявку на кубок и слеза был на балконе у бэйпа что в этот момент и точно уже решил для себя все ну тогда вот на сборах я понял что теперь не прохожу и соответственно это все наложилось я погас как там это говорю в телеграм-каналах это реально чувствуешь в раздевалке но я терпел терпел и уже все не смог терпеть и написал женьку что уже все нужно же в аренду уходить то есть момент прочувствовался уже пытались его ну точнее вы сомневались отпускать да или нет это скорее была эмоция грусть от того что он может уйти то есть там когда даня написал что он хочет в аренду я помните сразу сказал да это правильное решение и не было такого на что мы что запрещали или указывали что ему делать мне кажется для всех и для нас это самое лучшее что сейчас попробовать этот сезон в новой команде тем более я думаю там буду играть у тебя же даже с моего есть сомнения ну ты по крайней мере озвучивал то что краб захочет вернуться и что вы возможно его сейчас потеряли вообще да не я думаю что это странно братан вот в реке в одном клубе играешь но ты понимаешь что ты не можешь попасть в основу и при этом я узнаю что я я смогу играть в составе но тренер он максимально против если он максимально против тогда ему нужно доказать за другую команду только так остается и все потому что я хочу с викторча работать я хочу вернуться обратно ты же видишь то что ключевая история это именно дисциплина и ты даже рода ради никак не докажешь это виктор еще он же видит когда ты с ним что ты ну косячишь ну да ну за последнее время не было таких жестких косяков но действительно не но они как бы проскакивает понял косяки но мне неприятно когда их раздувают прям вот в такую огромную типа что я пизде что-то сделал вот даже в народную команду ты думаешь реально я опоздал на 8 минут это специально сделали до раздува просто и все а зачем ты ведешь а я-то откуда знал как это было я просто приехал до сбора было где-то минут 40-30 мы приехали на машине даже володя может подтвердить нас привез один из владельцев клуба и они и они с камерами типа россии в машине типа мы придем и подснимем тебя как ты будешь выходить из тачки эти будем сижу минут 20-15-30 я даже не понял для чего это все делается и просто я типа выхожу захожу в раздевалку и тут мне строн говорит что ты опоздал я сначала вообще не понял я такой ну ладно поджимаюсь но ты не боишься то что тебя просто будут юзать ну то есть ты объективно чувак который приносит кучу кликов но не сам их генерируешь там на свой youtube канал а для других там для сми для других клубов и что они просто будут вот пользоваться твоей вот этой репутацией и делать из этого клики для них это наверное важно было так сделать не знаю но я думаю все нормальные люди понимают я сейчас рассказал тебе правду они такие окей все но это просто все паблики раскидали чуть пошумели и забыли поэтому я думаю так и сделали смотри по мне это вообще не бьет если честно это недавно рассказал про то что когда был тот спор на миллион ты опоздал чуть ли не на первую тренинг да нет но это и отскал через месяца два месяца два да я опоздал и опоздал тогда я помню на стадион искру и вот это да опоздал а есть понимание почему ты опоздаешь нет просто бывает моменте ну тебя нет понимаю как это я сижу думаешь об этом не думаю просто так вот выходит иногда притчу сделать перед выходом тебя понял ты иногда так чуть-чуть не знаю как сказать кто-то виноват но я сам только вот ну из этого понял теперь раздувать пипец как разноговоря там вот каждый день все хорошо хорошо почти каждый тренируемся и там вот за месяц полтора один раз будет и все это все знают и это уже вошло в такое что уже как будто ждет публика когда ты ошибешься как ты считаешь у тебя есть проблемы с режимом именно не с опозданиями а с там злоупотреблением алкоголя сейчас уже нету сейчас я вот народной команде тренируюсь у нас жесткий там зал и тренировки если это все употреблять то тогда ты не вывезешь просто очень сложно тренироваться трос не тогда не за трос также но сейчас ты понимаешь что ты сделал такой шаг когда тебе нельзя обосраться то есть это тяжело будет я чувствую в коллективе как тяжело будет у меня первый раз такое что попал еще в новое вот что-то новое в тудро на тебя опять давление да давление да давление которое всегда со мной ну значит так должно быть по жизни ты понимаешь в какой момент что-то пошло не так в твоей жизни и карьере ну да когда когда я ушел вот в тудро из тудро на спорте а тогда не было меди лиги и там были нормальные деньги вот и тогда три месяца где-то я был вот был такой договор что я приду обратно когда начнется турнир мы уже узнали что турнир будет я возвращаюсь но при этом последняя игра была короче сам калом и все и там вот я слишком сильно хотел себя показать настолько что я побежал на свою половину круговому флажку и начал отбирать мяч у блатова а он коленку выстрел и я короче наткнулся на нее и все и травма типа вот именно такая травма которая подбила меня очень сильно я уже вернулся в тудроц не игроком основа игрок который восстанавливается ну и все я два тура сидел и вот так потихонечку деградировал деградировал а пацаны в этот момент доказывали ну то есть ты считаешь что ключевой здесь травма не то что пришли деньги и поменялось окружение ну вот да нет травма да и я видел что они типа играют а я не играю и вот это все давило как-то ты же сам все хуже и хуже шло ты же сам когда про на спорте вспомнил сказал про деньги первую очередь ты сейчас когда начал говорить ты говоришь вот я ну из-за чего я туда перешел тоже будут какие-то вопросы ко мне наверно из-за чего я туда перешел вот уже считает то что у тебя мы просто до этого общались и он сказал то что у тебя возможно произошел сдвиг в момент когда ты закончился строгино когда ты понял что скорее все не получится с проффутбол в этот момент что-то сдвинулась голове ну наверное да после этого я после строгино я же уехал динамо и как я закончил с профессиональным футболом тогда я просто уехал динамо там тренировался свой счет на сборах в турции и все там был тренер васильевич вам как-то его так звали но в целом локомотиве еще был я думал все что все нормально вы то что он меня знал и там тренировался достаточно хорошо и когда я уезжал в москву он примерно намекнул что все норм будет ну вот я ждал неделю-две и закрыл заявка и все я не попал никуда просто не было типа команды вот здесь мы можем залететь заявку когда первый матч а там уже все закрыто было и ты никуда не заметили так нет и там я уже все хорошо ты веришь что что в проффутбол в твоей жизни еще возможен да я верю почему-то дроз попадет да ну потому что я знаю себя я знаю что то что ты уже потерял шанс нет сто процентов нет почему ну потому что что например не знаю вот твой ровесник там захарян понятно что это топ талант но он уже там сто матчей за динамо уехал соседат а у тебя по сути нет ни одного матча в профкарьере ну да она знаешь по нарастающей пойти вот здесь показать себя потом там дадут время как более куку то есть мой момент на станет я там там тоже появлюсь до этого была профкарьера ну какая я думаю что в профкарьера началась тот роз когда все смотрят что должно произойти чтобы ты понял что карьеры не будет да я не знаю такого не должен ничего произойти не должен ты уверен я всегда в себя верю и все ты говорил есть какой-нибудь возраст когда ты такой типа вот если до 30 я не заиграю уже не будет да я не знаю у меня такого таких таких мыслей вообще нету типа во сколько же я такой подумал бля и так как просто будет идти идти я буду тренироваться играть проявлять себя и когда выйду на пик наверно меня кто-то заметит либо судородцем уже будем там играть я не знаю как жизнь обернется завтра Жак ты говорил про то что виктор еще возможно неоправданно не давал шансы краб я думаю что по футбольному краб вполне игрок замены на медиалигу первую вторую вообще спокойно может быть третья чуть подрос уровень но играть с эгресси играть против денег до 90 процентов в команду могут выходить играть минут 15-20 спокойно но надо быть заявки на матч ну да но здесь уже как будто бы знаешь что-то личное от викторовича но он викторич не терпит что у него есть человек который нарушает дисциплину как будто бы краб не уважает викторовича мне кажется воспринимает вот так но ты согласен то что ну как бы претензии викторовича они обоснованы но они могут быть обоснованы здесь меня тоже можно понять но опоздал но это не сильно прям страшно понял просто это речет матче викторович так на это смотрит кого-то вот что-то жесткое происходит что я его не уважаю я выше него из-за этого он так выражается а так он мы с ним нормально ладим просто когда я вот так делаю он всегда думает что я хочу поставить себя выше него мне кажется так но на самом деле это вообще не так это просто моей глупости так происходит ну и же люди реально ну там в футболе очень многие говорят о том что важнее всего там дисциплина и как раз очень многие ты сам знаешь многие тренеры там повернуты на том чтобы все было четко ровно без опозданий и это как бы не ну не что-то новое не сюрприз что там виктор и чего-то он вот такой вот и вот так на это все реагирует и как будто бы здесь можно было бы давно это уже понять и просто сделать над собой усилие и не опаздывать мы выигрывали два раза в медиа лигу этого не мешало ничего поэтому выигрывали выигрывали и практически без тебя ну да тут же речь не это тоже как-то повлияло на переход то есть я смотрелся со стороны и мне хотелось тоже ну в народный мало шанс ну есть кстати один один хороший шанс если денис давыдов сейчас бросит форму ну вернее вес то я увидел кого с мячом работает там реально вот касание именно они отличаются намного то есть в него можно поверить он может дать шансы так сказать твоя цель но чтобы ты был доволен этой аренды дайте до финала с народом а лично ну забить больше четырех голов и давай последнее по всей этой теме ты изначально сказал как одну из мотивации своего ухода это долги сколько сейчас до 200 где-то есть но немного да то есть все нормализуется потихонечку вам должен да забей вид вид стук ладно а а касик а казик что казик завязал да ну вот я же тогда типа против скану вот он выложил видео так получается там какое январь что-то был ноябрь когда мы здесь собирались какой доброта на меня лучше есть ты че гонишь посмотри я с собой взял серьезно так что я могу подстричься но самое главное что я перед своей аудиторией это сделал а не перед его а есть еще такой момент что но ты согласен то что слово не сдержал тогда но есть еще вот обратный момент я же тебе говорю я на вписке когда говорил я знал что я говорю потому что я уже стригся лыску делал короче когда играл в казино то есть мы где-то в ноябре здесь собирались а 4 севраля у меня день рождения 13 февраля мы снимали челлендж казахстан тогда где я был инопланетянам footprint за день день и у меня были лысые волосы поэтому я себе удержал словно брови брить не буду но если все так этого хотят я могу и сделать просто все можно ты говоришь что ты себе этом для себя и сдержал слово но тут же история публичная ты же публичное об этом говорил и как будто бы ты соответственно публично должен был тогда признать эту ошибку и там публично или бы даже может не побриться ну хотя бы сказать вот чуваки я там не сдержал слово поэтому и теперь лысый. Я решил этого не делать просто. Я думал, что, типа, смысл. Поэтому и предъява. Нет, ну, поэтому и вопрос. А почему брови брить не будешь? Обещал же. Ну, брови жестко. Ты накинул. Он готов был просто побриться, ты говоришь, брови. Он говорит, давай. Да, вообще не надо никого слушать и что-то делать. Как будто заиграли эпизод уже. Ну, да. Так вы думаете, что тогда у нас вообще не остается никакого института репутации, что у нас слово вообще перестает работать. Все просто говорят что-то и потом кладут на это хуй. Потому что заиграли уже. Ну, кому хуже стало от того, что он поиграл в казино? Никому, кроме Дани, хуже не стало. Никому, скорее всего, не стало. Но, опять же, понимаешь, это же может перерасти все в целом в что-то более, возможно, страшное. Когда люди будут что-то обещать и моментально класть на это хер. Но это же не зависит от... Если Даня сейчас побреет свою голову, то люди так перестанут делать. То есть это у каждого человека идет от того окружения, от того воспитания. Все очень просто. Если он сейчас побреется, то мы увидим, что, значит, вот он пообещал, вот он не сделал. После того, как... Я не верю, что ты ни одно свое обещание в жизни не нарушил. Возможно, но я стараюсь все-таки. Я все стараюсь за собой следить. Стараюсь. Ну, как видим, нет. Ну, как видим, нет. Перед собой он побрился. Да, ну, это херня. Это какая-то херня. Ну, он же действительно высохнет. Не, я могу показать видео хоть? Да я верю. Тебе, ну, блин, ты понимаешь, это не было сделано именно... Ну, значит, почему это должно было сделано... А ты хочешь публичную порку? То есть ты хочешь... Не публичную порку, а то, что было сказано публично, должно быть и сделано публично. Я так считаю. Это мое мнение. Вот. И, ну, опять же, за свои слова надо отвечать. Все очень просто. За свои слова надо отвечать. Ну, там же публичное было видео, где Лысый. Там есть прям процесс, как вместо... Мы только что узнали минуту назад о том, что та история была связана... Да, блядя, а мы вообще... Когда ты тогда появился где-то Лысый, ну, Лысый, до меня вот даже не долетело это никак, потому что я там не смотрел конкретно этот ролик, я не заметил этого в телеграм-каналах. Это информация... Секунду, в телеграм-каналах этой информации не было, что Даня Краб появился Лысый в каком-то видео, потому что он не сдержал слова, сыграв в казино, хотя обещал в него не играть. Тут же в этом суть. Ну, а вопрос в Сибскане, почему он такие видео выкладывает, если он даже не знает, что я это уже делал? Потому что никто не знал, что ты что-то там где-то сделал. Это, к сожалению, сейчас похоже на отмазу. Я, на самом деле, очень... Да не, не отмазу, окей, я могу постричься. Но просто Сибскана... А в чем суть, что он, если делает такие постики свои гнилые, если он на них хайпует, почему он не может разобраться в ситуации и не увидеть, что 13 февраля я уже был лысый, а стол мы снимали два месяца назад? То есть, значит... Почему я должен, типа, публично что-то делать? Я сказал, я сделал, все. Просто с парой. Если он тебя в чем-то обвинил, то ты, как минимум, мог бы выйти в публичное пространство и ответить ему о том, что вот где-то как-то уже... Он только должен чему-то отвечать. Если он не хочет с ним вести диалог, ну, соответственно, поэтому вопросы и возникают. Поэтому вопросы и возникают. Ну, от кого тоже, братан? Типа... От кого? От Сибыча, например? Я думаю, в целом всем поебать. Вообще нет, мне кажется. Мне кажется, нет. Слушай, новый Сибыч один из самых больших каналов. Комьюнити. Так или иначе. Нет? Ну, типа, тебе вообще насрать на мнение Сибыча? В целом, я просто спрашиваю сейчас. Ну, нет такого, что... Ну, в каком плане? Ну, в таком, ты говоришь, да кому? Кому он там все-то должен? Мне кажется, больше да, чем нет. И это нормально. Типа, зачем... Почему мне должно быть не... Все равно, он же не там... Не мой старший брат. Нет, нет, не твой. Но мне кажется, что там мнение Сибыча в комьюнити... Но он много говорит слов просто, о которых можно сказать, а ты отвечаешь на свои слова, которые ты говоришь... И он за эти слова отвечает, насколько я понимаю, насколько я видел. Всегда, когда он кого-то куда-то там как-то обзывал, его потом лично вызывали на какие-то разговоры, и вот Сева был там свидетелем каких-то историй, он всегда с этим человеком выходил и говорил там. Со Стронгом была такая история, точно помню, по-моему... С Гаджиевым была такая история, недели за столом сидели, с Акопом, по-моему, была такая история. В общем... Ты же не знаешь, что ему, может быть, человек говорит, ты отвечаешь за свои слова, скажи то же самое мне в лицо. Не факт же, что он это делал. Может, он говорит, да, бро, это я так раздуваю. Ну, это отдельная тема о том, что отвечает Сибирь за свои слова. Ну и тут мы все равно раздуваем... Ну, мое мнение, что если Даня пообещал побриться, то и готов тем более на это. Мне кажется, что это как минимум еще и хорошая медийная классная штука, если он сейчас здесь... Я вообще не знал про это. Я не знал о том, что они принесли машинку. Причем оба. Да, да. Ну, теперь, походу, он готов. Я до сих пор под впечатлением от вот этого панчлайна. Это топ. Это сильно. Я такой думаю, что он достанет? Это сильно, да. Ну, просто мы сейчас раздули, и вообще стоит ли это делать? Вот у меня так в голове... Ну, это тебе только решается. Чтобы порадовать Сибскану? Ну, вот. Чтобы порадовать Сибскану, я это сделаю, но я не хочу этого делать. А вот, если какие-то вопросы с моей аудиторией есть, то я готов на них ответить. Ты можешь спросить об этом сейчас? Как и тогда, когда обращался к ним. Не, но могут просто в комменты за спами, типа, нужно ли это делать или нет? Ну, и то, опять-таки, приходит мысль, что, знаешь, смотри, он побреет голову, мы все с этого такие а-ха-ха, как смешно, как прикольно, но... Поможет ли это? Да. Даст ли это какую-то... Не полезнее было бы, если бы он бы сказал, ребят, я тогда сказал, что я не буду это делать. Я там думал настолько, что я этим ими хочу заниматься, что я даже готов буду поблить волосы. Но при этом я опять потом сделал это, залез опять в долги. Не надо, пожалуйста, играть в казино, потому что это никакой... Мне кажется, а при этом этого никто не ждет. Ты хочешь зрелища, ты хочешь, чтобы Данька сидел с лысой головой и все-таки а-а-а-а, а-а-а, смотрите, он опять проебался. Вы все просто хотите тыкать, ржать и все. Короче. отвечать за свои слова. Ты считаешь, что можно говорить все, что угодно и потом похуй за свои слова не отвечать. Я считаю, что просто говорить там, надо, чтобы он ответил за свои слова, чтобы вот так вот именно получить какое-то наслаждение, то ты не искренне хочешь, чтобы он изменился. Тебе поебать, перестанет он играть в казино или нет. В следующий раз, когда он накосячит, ты скажешь, бля, какой мудак и с этого угарнешь, а не то, что ты будешь действительно искренне сожалеть. Ну, как будто бы меня точно не поебать, и мы об этом говорили здесь не раз, о том, что я говорил, что, возможно, Дане даже какая-то помощь нужна, и, возможно, мне не поебать даже больше, чем тебе, потому что ты как-то спокойнее на это всегда реагировал. Но, я, понимаешь, когда человек, вот это вот случится, помимо какой-то там, какого-то перфоманса, мы еще и получим кейс, извините, пожалуйста, что у нас в медиа-комьюнити люди за свои слова отвечают. И в будущем, и в будущем, когда кто-то подумает какое-то новое обещание дать или какое-то слово дать, он несколько раз подумает, точно ли он готов на это. Вот и все. Это же такая мелочь, по сути, что он пообещал, но некий сколько раз пообещал про татуировку. Где-то татуировку были? Не те вещи, за которые действительно нужно цепляться и ждать, что будет выполнено обещание. Есть же вещи поважнее, чем это. Безусловно, да, но вот меня это всегда очень бесит и раздражает. Это, опять же, мое мнение. Когда у нас, да не только у нас в медиа-комьюнити, где угодно, люди о чем-то говорят, что-то обещают делать и потом кладут на это хуй, потому что все, все, всем спускают на тормозах. Так же и вы сейчас как бы предлагаете спустить это на тормозах. Хотя, ну, в следующий раз он скажет, блин, я... Андрей, короче, я понимаю Фидоса в том плане, что эта история, конечно, она мелочная. Ну, она ерундовая, от нее не зависит там ничего, но это как будто бы еще один шаг, чтобы закрывать на это глаза. Вот и все. Ну, типа, это как, знаешь, говорят, не мусорите, да, чтобы на улице грязно не было, ну, типа, ну, я один хабарик кинул. Ну, что, ну, от него же ничего не изменится, ну, ничего от него не будет. Но, по сути, как бы это, знаешь, там, любая мелочь, она ведет к чему-то более глобальному. Так же и здесь. Я, безусловно, там, это твоя программа, поэтому решать тебе мое мнение, да, что... Ну, решать не мне, а решать только крапу. Да. Вам с крапом. Нет, нет. Все, блядь. И люди сзади, знаешь, схватили, начинают мрить. Крап решает, в любом случае, тебе. Ля, еще расскажи. И я хочу, чтобы ты подытожил, ты сейчас играешь в Казик? Нет. Пап, ну, я не знаю, моментами. Ну, ты же понимаешь, что вот эта история тебя губит капец-то сильно. Я понимаю, но... Ну, что с этим делать? Еще раз, я моментами-то сказал? Ну, да. Типа иногда играешь. Типа редко. Это проблема целой... Это стойка людей, это мировая проблема. Я понимаю, но с этим же надо как-то... Да, но есть... Слава богу, что... Это хуево, что ты играешь, но у него все равно у него там какие-то долги, но есть люди, братан, которые даже не зарабатывают такого количества денег, как у него, и сливают на казино, на ставки. Тем не менее, это не аргумент, почему эту проблему не надо решать. Это надо решать, но это мировая проблема, которая... Он не сможет ее решить. Просто сложно очень, из-за того, что у тебя зависимость есть. Ну, я потихонечку иду. Раньше я каждый день играл, а сейчас я там могу сыграть раз в три недели, раз в месяц. Может быть, нужна какая-то... Я без шуток... Потихонечку я просто отхожу от этого. Я говорил здесь уже об этом. Это нормально абсолютно обратиться за какой-то профессиональной помощью по вот этому вопросу. А ты думаешь, есть вот рехаб по играм? Я думаю, есть психолог. Сто процентов есть. Конечно, это лудомания называется. Ты же даже рассказывал тут на столе про то, что это все пошло из детства, от отца, который у тебя тоже вроде как играл, и ты видел вот эти кучи денег, которые то появлялись дома, то исчезали. А может быть, реально это оттуда идет, и надо проговорить эту историю? Да нет, наверное, это идет, что хочется уже вернуть быстрее долги, и хочется из-за этого играть. Так они же с этого и начались. Ну да, но хочется, знаешь, вот один раз забрать деньги и просто вернуть и все из-за этого. Так не работает. Да, но только из-за этого подкупают. Знаешь, три недели я так не думаю, в один день я так подумаю, что мне все это заебало, давай я сыграю. А так, типа, в целом уже не такое рвение игры. Я готов поддержать. Я тоже, поблядь. Ладно. У нас через неделю стартует сезон, прошли стыки. И хочу, чтобы, наверное, уже под финал каждый из вас сказал о том, Краб, в принципе, уже сказал, о том, что вы ждете от этого сезона. Что должно произойти, чтобы вы были довольны? Месть. Месть? Да, должна случиться месть. Мы обязательно должны хлопнуть родину. Я думаю, что победа в МФЛ будет неполной, если не обыграть их. То есть, для меня это вот приоритет. Обыграть кубок и пройтись по голове такивы. Некид говорил про то, что у него азарт в этом сезоне, что вот в третьем он уже чуть подугас, потому что, ну, все, все выиграли. А сейчас он у тебя, ты говорил, по крайней мере, что интерес вернулся. У тебя так же? Ну, он не угасал. Нельзя сказать, что там третий сезон был неинтересным для меня. Поэтому, думаю, нет. у тебя есть какие-то особенные мечты, кроме глобальной мести и еще одного чемпионата? Я скажу так, если, грубо говоря, Тегила обосрется и из группы не выйдет, и мы выиграем чемпионат, то его и так судьба наказала за то, что никому неинтересная команда выиграла, да, вдруг медиалигу снисхуя с ошибок. А так, просто надо кубок вернуть домой сто процентов. Знаешь, это не то, что даже азарта не было в прошлом сезоне, это нельзя так сказать. Просто не хотелось с кем-то кусаться скорее. И тут, ну, я тоже не знаю, насколько будут эти персонажи, с которыми, знаешь, они будут готовы вести какой-то такой, не знаю, как сезон пойдет. Просто хочется всех обыграть, всех, кто себя поверил, опустить и чтобы Данька забил пять голов. И гаучи, что-то же. Гаучи десять. Фидос, ты подходишь к сезону в статусе третьего вратаря, чего не было, например, в прошлом сезоне. В прошлом сезоне подходил в статусе второго. Да. Твои цели, задачи и мечты. Ты знаешь, вот желание там сыграть, оно точно остается, но, да, я надеюсь, что я поиграю все-таки в этом сезоне какое-то время. Сто процентов это будет намного меньше времени, чем в третьем сезоне. Вот. Но мне очень хочется, чтобы мы наконец-то выиграли. И мне кажется, что у нас сейчас хорошая, сбалансированная команда. Вот правда. И что бы тебе ни подсказывал, сраный не классика в ухо, а я это слышу. Вот. Смертый ушел ты говорил. Я думаю, что даже немножко сбил меня с мысли. В общем, я готов абсолютно точно здесь, вот прям даже сейчас открыто это сказать, что я свои все хотелки готов на этот, как минимум, сезон прям отодвинуть. и вот максимально быть с командой, которая будет идти к чемпионству. Жек, мы редко тебя видим здесь, впервые точнее. У нас был большой президентский стол, когда собралось куча народу, все самые, наверное статусы. Когда ты меня не позвал, как раз. А ты пришел? Ну, возможно. А ты пришел. Ну, уже сегодня пришел. И там все высказывались про какие-то глобальные вещи. То есть, что, например, в медиафутболе не так? Я супер против отмены мединых статусов. Мне вот эта идея вообще не нравится. Ну, потому что во-первых, это нас сильно отличает от проффутбола, такие штуки. И во-вторых, это мотивирует отчасти иметь статус людей ввести там свой телеграм-канал, ютуб-каналы. Ну, тебе не кажется то, что вот людей, которые именно статусы мотивируют, они это делают очень натужно? Ну, это же ты сначала делаешь натужно, ты привыкаешь к этому, потом это у тебя уже получается более естественно. Мне кажется, это вполне нормальная история. А так, если не будет статусов, если им не нужно будет вообще ничего этого делать, то они не будут. И мы увидим просто молчаливых людей, которые не будут ни о чем рассказывать и рассказываться. Ты был готов к отмене. Почему? Ну, ты говорил, что в принципе я за мат отчасти поддерживаю. Ты что, ебанулся? Ты говорил за столом про то, что... Нет, я говорил, что это полное дерьмо так делать, но если выбирать между супер-медином и отменой, я больше за отмену, потому что супер-мединой это еще больше хуевое какое-то... Ну, искусственно вводить людей, которые, да, супер-мединой, но не умеют играть в футбол, это не очень круто. Мне кажется, подходят под такие события какие-то шоу-матчи, где мы все там можем поиграть, как на МКС сделал Герман. Год назад? Да, а весь сезон смотреть на текилу, которая портит игру Родины, не очень хочется. Но у тебя еще есть какие-то глобальные мысли, идеи, то, чего не хватает в медиафутболе или то, что нужно изменить? Да так, в целом, особо нет. Мы уверены, двигаемся, все хорошо. Много было разговоров про то, что нет какого-то органа, который бы разрешал какие-то спорные ситуации, в том числе, которая сейчас возникла. КДК или... Да, но как будто бы... Ну, нет стопроцентного доверия и хочется, чтобы это было максимально независимо, да? Потому что даже вот сейчас есть история с Эль Шером, который вроде как ушел из Амкала, у него закончился контракт, но Амкал его не отзаявил, и Герман не хочет его отдавать в Броки, что, в принципе, имеет на это право. А Броки говорят, что нет, его уже отзаявили, поэтому... Ну, короче, максимально запутанная и непонятная история, и как будто бы как раз для вот таких тем нужен КДК, который был бы независим ни от лиги, ни от клубов. Ну, возможно, да, какой-то регулирующий орган. Мне казалось, что он был раньше, да? Ну да, но он был... Клубы выбирали, но насколько я помню... На втором сезоне, да, там от каждого клуба по человеку, что ли, было как-то так? Ну, первым был. Да, но там были более-менее честные голосования, я помню, что мы объективно выбирали. Лига поняла, что там происходят договорники, что, типа, вот давайте вот этого мы посчитаем медийным, а вы нам посчитаете вот этого медийным. Везде говно случается. Я вот был в первом КДК, я всегда максимально просто независимо пытался построить на ситуацию и оценивал ее, как, знаешь, Потом, в третьем сезоне, по-моему, функционал КДК на себя взял Коля. Ну, еще раз, да. Был бы какой-то состав, там, в третьем сезоне, вот эта ситуация с Алишером, это как раз вот показатель, что иногда вот пока даже здесь не какой-то орган должен быть, а как есть РФС, есть структурность, есть контракты с клубами, и там ты все понимаешь четко, у игрока с клубом контракт, эти контракты все, типа, под большой рюкз. Зарегистрированы в системе. Тут у нас, как мы там говорили, гримерки, кто-то не получает зарплату, кто-то получает. У Алишера закончился контракт, но по идее, по регламенту медиалиги, он должен был продолжаться. Но если он ушел и распрощался с Германом пока друг другу сказали, то он становится свободным агентом. И при этом, видя, что он уходит в брок, и это подгорело у Амкала, и они такие, нет, он еще наш игрок. Поэтому здесь, ну вот, прецедент, вот такой случай, и где, как из него выходить, вообще непонятно. У него контракт, а 31 августа, а 31 августа у него контракт, по-моему, если я ничего не путаю, так что он не закончился. До сих пор. Ну, в целом, я думаю, мы все обсудили, ждем тебя на президентском столе, и ждем вас в кубке, и ждем от тебя голов, и того, что ты перестанешь играть в казик, перестанешь опаздывать, и вернешься. Будешь брить? Да не, не буду. А что, привязывай? Ну, просто. Если что, мы можем обсудить эту тему здесь. Пишите в комментах, что думаешь по этому поводу. Вот там и поближе есть. Кстати, игроку остается на канале? Конечно. Ну, у нас сегодня были съемки уже. И вот после съемок. Автодрот. Угу. Спасибо, пацаны. У вас не день сегодня? Да, мы... Да. День рождения у Викторовича. Поздравить? Хоть? Ну, я поздравил. И какая реакция была? Я бы поздравил, говорю, ну, сейчас будет, после шоу. Можешь вот тоже еще. Ну да, Викторович будет смотреть через три дня, да, с прошедшего. Почему? Завтра уже? Завтра? Ну да, с прошедшего я тоже не поздравил. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok